Вчера в Ахе прошли дебаты среди участников предварительного голосования на выдвижение кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Сахалинскую областную думу. Напомню, выборы состоятся 10 сентября нынешнего года. Тема дебатов – промышленность и экономика. Участниками предварительного голосования станут ахинцы. Петр Тарасюк, директор филиала «Аэропорт АХА», Владимир Разумейко, главный врач Ахинской центральной районной больницы, Игорь Кутайбергей, директор спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» Анастасия Бугрова, инструктор по спорту спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин», Дмитрий Киселев, ведущий инженер, заведующий хозяйством сектора административно-хозяйственного обеспечения общества «Роснефть Сахалин Моннефтегаз» и Никита Бибик, генеральный директор телерадиокомпании «АХА». В своем вступительном слове каждый участник «Праймерис» высказал свою позицию по теме дебатов. Как именно он видит развитие промышленности и экономики в городском округе? Я считаю необходимым, и давно озвучиваю это, очень мощно вложиться в передовую отрасль производства, а именно в энергетику. И кроме поэтапной реконструкции Ахинской ТЭК, нужна электрозакольцованность, которая была в программах 80-х годов, когда собирали строить третью очередь, когда энергетика должна была быть завязана по всему Сахалину. Это в свою очередь создаст новые рабочие места, как при строительстве, и для этого получается работа для нашего треста, который в последние годы не удел. Эксплуатация мощностей. Также огромным плюсом будет продажа электрической энергии в южные районы Сахалинской области. Сотни наших сограждан безрезультатно обивают пороги организации учреждений в поисках работы. Считаю, и эта инициатива озвучена уже на уровне правительства области, что при строительстве на территории Сахалинской области и в Ахинском районе в частности, надо вводить все разрешенные законным способы минимизировать завоз сторонней рабочей силы, чтобы максимально привлечь местное население. Конечно, мы понимаем, что бизнес ищет пути снижения расходов, ему выгодно везти сюда приезжих рабочих, но я уверен, что у сахалинцев в целом и у ахинцев в частности есть полное право получить и оставить в экономике региона тот бюджетный рубль, который из нашего же кармана и выплачивается. Каждому участнику дебатов были заданы вопросы. Напомню, дискуссия прошла в рамках подготовки к предварительному голосованию объявленному партией «Единая Россия». Ее главная цель – выбрать наиболее достойных сахалинцев и курильчан, которые станут кандидатами на участие в выборах депутатов Сахалинской областной думы 7-го созыва. Предварительное голосование состоится 28 мая нынешнего года.